Всем привет! Недавно в моей коллекции появились пигменты от Tami Tanuka и некоторые мне настолько сильно понравились, что я сразу же, конечно, хотела создать с ними какой-то макияж. И сегодня то, что вы видите на мне, это макияж, созданный вокруг пигмента, который называется Дух Стрикозиной Запруды. Из всех пигментов, которые я купила, этот, наверное, самый шикарный, самый уникальный, самый красивый и финальный результат, именно конкретно этот макияж, мне очень нравится. Поэтому обязательно продолжайте смотреть дальше, и я вам покажу, как его сделать. Первое, что я буду делать, это наносить базу на все подвижное и неподвижное веко для выравнивания тона. И для этого я, конечно же, буду использовать свою любимую базу от MAC Pro Longwear Paint Pot в оттенке Soft Ochre. Эта база отлично скроет, если у вас есть какие-то капиллярчики или просто любая синева, неровность тона. Дальше я буду работать с потрясающей красотой пигментом, а именно пигментом от Tami Tanuka. Называется он Дух Стрикозиной Запруды. Но так как пигмент этот довольно капризный, и для того, чтобы он лучше себя проявил и лучше держался, я буду использовать еще одну базу. И я сейчас имею в виду Duraline от Inglot. Здесь работаем очень быстро. Наношу Duraline тонким слоем и сразу поверх наносим пигмент. Ох, я просто в бешеном восторге от этого пигмента. Посмотрите, насколько красиво он переливается. В нем я однозначно вижу и розовый, и фиолетовый, и голубой. Очень классный и уникальный оттенок. Ну и давайте сейчас будем его обрамлять и вокруг этого оттенка и строить наш макияж. Я сейчас взяла свою палетку Too Faced Natural Matte и возьму оттенок Strapless. Это холодный коричневый оттенок. И я этот оттенок наношу сначала во внешний уголок, но даже не буду особо туда наносить, а начиная именно уже с неподвижного века. И вот здесь начинаем топтаться и потом слегка проходиться к внутреннему уголку. Этот оттенок у нас послужит транзитом между нашим пигментом и более темным оттенком теней, который я также буду сейчас наносить. Та же палетка, только теперь я буду брать оттенок Sex Price. Этот оттенок я буду наносить во внешний уголок глаза и затемнять им тоже буду складку. Изначально вот так вот наносим его. Основной цвет с кисти мы взяли. И теперь проходимся вот так вот, топчемся практически на одном месте для того, чтобы начать уже нашу растушевку. Переключаюсь на пушистую кисть. И мне здесь надо стараться достаточно аккуратно это делать, потому что очень много блесток в этом пигменте. Поэтому если я слишком сильно буду заходить сюда кистью, то я нацепляю на нее очень много блесток. И в итоге у меня весь макияж будет такой, знаете, как дискотечный шар. Поэтому стараемся все-таки не слишком махать кистью, а более деликатно работать ей. Верхнее веко на время оставляем в покое. Теперь я возьму маленькую детальную кисть и смешаю на ней два оттенка, которые мы использовали вот здесь вот. И буду наносить их на нижнее веко. И я практически до конца, до самого внутреннего уголка глаза довожу этот оттенок. Во внутренний уголок глаза я снова нанесу дюралайн, а следом вот этот вот пигмент от Тами Танука, который называется «Жрица Красной Луны». Мне кажется, что этот пигмент отлично подчеркивает то, что у нас происходит на нижнем веке. Ну и естественно маленькой кисточкой потом растушевываю границы, чтобы ничего не выглядело жестко. Самое время перейти к подводке. Сегодня я буду использовать подводку от Фаберлик в оттенке 54-40. Эта подводка не черная, а скорее такая темно-баклажанная. И мне кажется, что в этот макияж она отлично вписывается. Быстренько пройдусь тоже еще по межресничному пространству черным карандашом. Подводка не черная, поэтому вот эти пробелы я вижу и мне не нравятся. Если у вас густые ресницы, то в этот шаг можете пропустить. По большому счету мы с вами почти закончили. Мне осталось только накрасить верхние и нижние ресницы. И также я буду клеить накладные ресницы от Ardell, который называется «Деми Виспис». И вот спешу поделиться с вами уже финальным результатом. На лице у меня в принципе довольно все стандартно. В качестве тональной основы я использовала Too Faced Born This Way, оттенок Nude у меня. Под глаза и на какие-то несовершенства мелкие я использовала консилер от LA Girl Pro Conceal. Сегодня в оттенке Natural. Брови сегодня я оформляла новым для себя продуктом. Это NYX помадка для бровей, которая называется «Tame and Frame». У меня это оттенок блонд. Это такой очень холодный, светлый оттенок. На щеках у меня и по периметру лица тоже бронзер от NYC Sunny. И также сегодня звезда шоу – это хайлайтер. Конечно, хайлайтер безумный просто. Мне безумно нравится. Это моя новая палетка от Sleek. И сегодня конкретно я использовала вот этот вот хайлайтер, который такой лавандового такого оттенка. Вот этот вот справа сверху. Безумный просто хайлайтер. Я не знаю, он настолько как-то круто выглядит. Вот именно сейчас вот это все в моде, конечно, эти все хайлайтеры. Если вы ищете хайлайтер, который будет видно из космоса, просто с вашего лица, то 100% вам понравится вот эта палетка. И на губах мне хотелось какой-то бледный, холодный розовый оттенок. И я достаточно много вариантов перепробовала. И скажу прямо к этому макияжу глаз, подобрать губы какие-то оказалось достаточно сложно. Потому что нюдовые вроде как, я не знаю, банальщина какая-то уже надоела. Если нанести какой-то хотя бы маломальский, относительно яркий оттенок, то он начинает очень сильно противостоять тому, что происходит на глазах. И выглядит это как-то очень сумбурно и наляписто. Поэтому вот этот вариант, который сейчас на губах, мне понравился больше всего. И это просто блеск, без ничего больше. От Faberlic, серия Color Energy. К сожалению, не знаю, какой это оттенок, потому что он был на стикере, который я уже выбросила. Но я обязательно на сайте его найду и напишу в описании. И, кстати, он тоже под мои ногти подходит отлично. Вот и все. Надеюсь, что этот макияж вам понравился. Это довольно такой необычный макияж среди тех, которые я делала, наверное, в последнее время. Мне очень нравится работать с пигментами, с глиттерами, с какими-то такими интересными оттенками. Обязательно прокомментируйте макияж. Обязательно ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Сегодня мы с вами поговорим о новинках в моей коллекции косметики. Будет очень много крутых штук. Будет немножко разочарование. Все как обычно. Давайте приступать. Все вам детально расскажу. Разные азиатские супчики, которые я обожаю заказывать в разных японских ресторанах.